Я приветствую участников сегодняшней конференции, которая достаточно амбициозная по своему названию и содержанию, если кто уже ознакомился с программой. Она проводится в рамках празднования 55-летия журналистского образования в Республике Тарстан в Казанском университете, в которой в этом году будет отмечаться Международная научно-образовательная конференция «Медиа и власть. Власть и медиа». Вопросительный знак, обратите внимание, стоит в завершении наименования конференции, потому что, как вы понимаете, о чем, наверное, будут сегодня говорить, не все просто и однозначно. Для того, чтобы не затягивать свою прелюдию, у меня есть что сказать. Прежде всего, организаторы дали справку, с удовольствием с ней поделюсь, что в работе конференции принимает участие более 100 человек, не все в этом зале. Кто-то потянется ко второй части, кто-то завтра еще будет представлять свои вузы и свои разработки по назначенной теме. Представители казанских вузов, участники образовательных учреждений страны, МГУ, Брянского государственного технологического университета, Уральского федерального, Алтайского государственного университета, Башкирского государственного, Волгоградского, Сыктывкарского, Республика Коми, Северного федерального университета имени Ломоносова, Нижегородского государственного университета и многие другие. Кроме того, выступят в онлайн-режиме представители вузов Азербайджана, Национальной академии наук и Бакинского государственного университета, Минска, Белорусский государственный экономический университет, Узбекистан, Ташкентский университет информационных технологий. Так что, думаю, настало время и участников сегодняшнего пленарного заседания, и наших участников, и онлайн-участников, и тех, кто будет позже на секциях представлен, поздравить с открытием конференции бурными аплодисментами. Ну и позвольте к программе сразу перейти. Я представляю наших сегодняшних гостей, которых гостями трудно назвать, прежде всего потому, что наша повседневная жизнь, как жизнь всех медиа, она такая самая, наверное, практикоориентированная из всех знаний, которые передаются в стенах федерального университета. Поэтому мы все время в практическом состоянии отношений с теми людьми, кто сегодня в качестве гостей, хотя, еще раз говорю, это и наши повседневные соучастники тех процессов, которые мы реализуем. Риас Гатаулч Минзарипов, первый проректор Казанского Приложского федерального университета. Роман Юрьевич Беляков, заместитель руководителя департамента президента республики по вопросам внутренней политики, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества. Вот здесь все про нас написано, насколько я понимаю. И Айдар Саидгорович Салим Гараев, заместитель руководителя департамента внутренней политики аппарата президента республики Торстан. Ну и наши уважаемые спикеры, которых я буду представлять по мере того, докладчики, как вот, ну, резко-то лучше. Если не возражаете, мы все-таки первое слово предоставим вам. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, наши дорогие гости. Я от имени ректора нашего университета Аркадьевича Гафурова, который к своему командировке, он сам хотел, конечно, он вообще слабость питает к нашим медиам. Это его любовь, детище особое. И от себя лично хочу приветствовать на вашей конференции, конференции, которую действительно, вот, если посмотреть по названию, ну, иногда, так, мурашки пробегать по спине, потому что медиа и власть, власть медиа, вопрос. Я считаю, медиа и власть имеют. Раньше, вот, если помните, советские времена, ну, я старшее поколение вот здесь, обращаясь к ним, прежде всего, вроде было противоречие, была цензура. Партийные органы очень жестко следили за средствами массовой информации и публикации вроде бы контролировались. А с другой стороны, власть медиа была такая большая, что если какая-то публикация каком-то появлялась, этого человека могли снять с должности. И вообще люди обращались средствами массовой информации, как в райком партии, как в Капком партии, потому что, как моя мама говорила, в газете же написано. Это была истина в последней инстанции считалась. То есть роль СМИ и тогда очень важная была, несмотря на цензуру. А сегодня она, конечно, не изменилась. Сегодня нет цензуры. Особенно вот золотой век на журналистике, это 90-е годы, когда вообще-то цензура отсутствует. Сегодня немного, конечно, другие времена. Но, тем не менее, власть медиа очень большая и действительно она велика, потому что слово лечит, слово ранит, слово может и убить. Ну, недавнее событие, сообщение Рео о том, что вот Казанский университет в числе лидеров по рейтингу отрицательных отзывов студентов. Ну, что такое? На самом деле, вот если так посмотреть, ну, вроде ничего страшного, но черный пиар сделали господа риановцы. Но, тем не менее, оно ведь очень здорово дарило по нашему коллективу. Вот мы в ректорате, для нас это было, ну, как бы сказать, ну, очень больно и оскорбительно в какой-то степени. Потому что, когда люди вот так необдуманно берут какой-то там частный сайт, выводы его, который вообще основывается на девяти, оказывается, письмах наших студентов, из которых только четыре имеют отрицательных отзывов в университете, и делают вот, что в рейтинге среди вузов России Казанский университет отрицательных мест занимает первое место. Ну, вот вам власть СМИ, власть медиа. Поэтому сегодня власть, она очень большая, и журналисты должны понимать, что она должна быть ответственной, такая вот позиция, ответственная власть должна быть. Действительно, вы очень большую роль играете в этой среде массовой информации, в жизни общества, в решении разных вопросов, которые есть в сфере экономики, в сфере политики и везде, в общем. Возьмите хотя бы нравственные, так сказать, вопросы, которые сейчас волнуют все наше общество. И здесь, конечно, должна быть у журналистов ответственная позиция. Вот я об этом еще хочу подчеркнуть, потому что в этом смысле власть, наверное, тоже заинтересована в такой роли СМИ, чтобы СМИ была тоже ответственной, как и власть. Есть, конечно, здесь свои вопросы в отношении власти, медиа или СМИ. О них вы, наверное, будете говорить. Я думаю, какие-то предложения будут в адрес властей выдвинутые. Но я вот хотел бы застрелить на этом, потому что я еще лично позицию, значит, должна тоже в этом смысле быть такой ответственной. А так, успехов вам, жарких дискуссий и, конечно, всего самого хорошего и самого доброго. Спасибо. Спасибо, Ирия Азбутович. Действительно, тема того, что из себя сегодня представляет. Кстати, вначале бы разобраться, что такое самовласть сегодня, что такое СМИ, в какой системе координат они находятся. И сколь серьезно меняются сегодня их взаимоотношения. И какие странные перипетии происходят на медиапространстве, когда классические СМИ становятся носителями фейков, а социальные сети их разоблачителями. Причем разоблачителями путем информации, полученной тоже не всегда законными путями. Очень интересные конфигурации сегодня складываются. И пользуется этим, прежде всего, власть. Очень интересно. Я думаю, тема и дискуссии будут очень серьезные. И вот власть Роман Юрьевич Беляков как раз представляет. Я думаю, ваше слово сейчас будет достаточно интересным и важным для нас. Спасибо. Доброе утро, уважаемые участники конференции. Прежде всего, хотел бы вас поприветствовать от имени руководства нашей республики, президент правительства, аппарат президента, государственный совет. Всегда уделяли и уделяют очень большое внимание взаимодействию со средствами массовой информации. Медиарынок в Татарстане очень разнообразный, развивающийся, динамичный, который откликается на все те проблемы, которые имеются в развитии нашей страны, нашей республики. Я хотел бы поблагодарить Галину Викторовну за приглашение, потому что присутствие сегодня здесь лишний раз показывает, что мы, мужчины, в очередной раз самые «простые» дела передаем женщинам. Значит, отдали в ваши руки милые школу, значит, другие важные сферы. И вот медиа, судя по аудитории, значит, сегодня именно дамы – это сегодняшний и завтрашний день журналистики республики Татарстан. Что, в принципе, наверное, неплохо, потому что все-таки женщина, всегда остается женщина, кем бы она ни работала, где бы ни работала, она более гуманное существо, и будем надеяться, что журналисты-женщины не будут вести себя так, как сказал Рязга Таулыч, и будут беречь альвуматор прежде всего, и что таких, значит, небольших точечных проблем не будет. Значит, что я хотел бы сказать. Конференция собралась в довольно интересный период. Вот я с неословевающим вниманием слежу за схваткой, которая идет за океаном. Впервые президент Соединенных Штатов, главный человек в мире, главный политик мира, вступил в публичную полемику со средствами массовой информации. Эта схватка, она очень интересна, окрашена, значит, темпераментом нового лидера Соединенных Штатов, но у этой схватки, на мой взгляд, исход ее отнюдь не очевиден. Какой бы сверх не был мощной властью, какой бы не обрадал президент Соединенных Штатов, мы знаем, что в этой стране журналисты – это действительно четвертая власть, а по некоторым вопросам даже, может быть, и выше по своему рейтингу. Конечно, мы живем в эпоху информационных войн, что, естественно, не может не отравлять общую атмосферу в мире, в отдельных странах. Мы не можем не отметить сегодня, что наша страна в последние годы является объектом очень хорошо организованной и спланированной информационной войны по разным направлениям и в разных ракурсах. И явно наши противники обладают довольно серьезным преимуществом медийным, потому что на их стороне важнейшие международные медиаресурсы, очень высокого квалификации люди, специально обученные, специально подготовленные. И, конечно, мы должны с этим считаться. И строить политику в нашей стране, внешнюю, внутреннюю политику, исходя из того, что Россия находится под софитами недружественными, надо сказать, с точки зрения информационного сопровождения. Я хотел бы поддержать то, что сказал наш уважаемый профессор Мензарипов в своем вступительном слове, когда он говорил о традициях, потому что журналистика, она не может существовать в безвоздушном пространстве. Она обязана учитывать традиции. В каждой стране они свои. И в этом отношении советский опыт нельзя выбрасывать, как того самого ребенка вместе с водой, которой его искупали. Традиции были разные. На мой взгляд, конечно, советская журналистика была очень скучная, но достаточно влиятельная. В этом отношении Мензарипов, конечно, прав. Потому что, да, наверное, все эти статьи заранее были согласованы в соответствующих высоких кабинетах, но лозунг о том, что газета выступила, что сделано, он реализовывался очень последовательно, и власти на всех уровнях за этим следили. Сегодняшняя наша журналистика гораздо более интересная, и жанровая, и яркая. Но у меня, честно говоря, существуют определенные сомнения относительно ее реальной социальной миссии и властной миссии. Потому что это вопрос, который, безусловно, не имеет однозначного ответа, его надо обсуждать, это дискуссионная проблема. Я надеюсь, что на сегодняшнем форуме, конференции эта тема будет анализироваться достаточно глубоко. Потому что это один из важнейших сегодня моментов в развитии нашего государства и нашего общества. Что еще хотелось бы сказать? Вы знаете, одной из традиций нашей журналистики, наших газет, журналов, это было, что слово журналиста было не только влиятельно, а огромную роль играла личность. Те, кто изучал хорошо историю о таких людей с нашей страны, о таких людей, к сожалению, все меньше и меньше, они должны знать, что жанр журналистики, они, значит, поддерживались из поколения в поколение. И, значит, был даже, знаете, может, молодые не знают, был такой жанр у журналистов – некролог. Потому что некрологи не были типовыми, как сейчас. Когда грешным делом берут определенные клише, вставляют только даты, имена, фамилии, а дальше имя навсегда, и тогда награжден, значит, был, избирался, имя навсегда, и все, подписи и забыли. Даже это было, понимаете? И вот сегодня одной из, на мой взгляд, достаточно тревожных тенденций является то, что из журналистики российской уходит личность. Личность журналиста, ее неповторимые особенности, влияние. Ну, слава Богу, в Татарстане есть Толчинский, есть другие лидеры общественного мнения, яркие люди, которые не только за словом в карман не полезут, но которые в состоянии на хорошем литературном русском языке изложить свою точку зрения на ту или иную проблему. Вот это нам, конечно, желательно сохранить, приумножить в нынешних достаточно непростых условиях. Ну, а в целом, если говорить, в Татарстане, вы, наверное, знаете, больше 1100 официально зарегистрированных средств массовой информации представлены все жанры, все правовые и частные, и государственные СМИ, и достаточно большой опыт накоплен в плане взаимодействия органов государственной власти, вариативные формы государственной поддержки деятельности средств массовой информации. Мы являемся в этом отношении одним из регионов лидеров. Иногда нас коллеги критикуют за то, что у нас самые высокие данные по подписке. Вроде уже газеты, кроме как в Казани, никто не читает, но мы их читаем, я считаю, правильно делают, потому что, действительно, дело ведь не в отчетах, сколько там на тысячу населения мы подписываем изданий, а то, что, значит, они нужны, они востребованы, то есть они работают на Татарстан, они работают на Россию, и, значит, их социальная миссия в том числе и в этом выражается. Я хотел бы пожелать всем участникам конференции добра, добрых мыслей, позитивного настроя, и чтобы такие встречи каждый раз приводили к чему-то новому, тому, что будет учитывать в своей работе власть, то, чем будет заниматься журналистское сообщество, над чем будет работать СМИ. Успехов вам, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Роман Юрьевич. Вот практически каждый тезис, который был озвучен как проблемный, может стать темой отдельной конференции, встреч с практиками, то, что мы тоже планируем активно развивать в ближайшее время, чтобы создать некую дискуссионную среду, среду конструктивную, а не среду, где каждый там где-то, тихоря свое мнение носит, а потом выплескивает в анонимном пространстве. Я думаю, что тут много есть междисциплинарного, что следует исследовать и потом на практику переносить. Ну, скажем, действительно серьезные проблемы, которые без социологов нам трудно решить. Скажем, как сегодня измерять ни массу, ни метрику, в целом медиа, а побуждение к действию, которое затем рождается. На это ответов сегодня адекватных нет, и те же Соединенные Штаты нам показывают, что массовость СМИ не создала условия при этом для массовой победы, что называется. Там другие сработали механизмы, другие медиа. Побуждение к действию было где-то в другом месте у избирателя. Конечно, власть в первую очередь интересует электоральные наши настроения, на электоральное настроение общества, и понять, что на этот электорат воздействует в ситуациях, когда общественного мнения как такового в классическом виде сегодня уже и не наблюдается, а скорее общественные настроения, которые сиюминутно под информационными потоками меняются. Кто будет последний, что будет последней каплей. Это вот только одна из тем. Было озвучено очень многое. Я думаю, это все будет точно на вооружении, и в рамках этих последующих дискуссов оно должно найти ответ. Иначе мы действительно в том состоянии, которое называют сегодня красивой гибридной войны, просто проиграем. Проигрывать не хочется. Я еще раз хочу сказать, что, возвращаясь к теме наших гостей, не все сегодня смогли тут присутствовать. Рима Атласна сейчас находится на сессии Государственного совета. Так случилось, что у них сегодня в эти часы как раз идет заседание. Олег Викторович Морозов не смог присутствовать, хотя достаточно хорошую и положительную свою позицию высказал относительно наших намерений и планов сегодня обсуждать эту тему. Есть поздравительный у меня текст. Я очень кратко скажу, чтобы уже наконец отдать слово выступающим докладчикам от имени исполнительного директора Общероссийской общественной организации Российского общества политологов, профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Кузнецова. Несколько строчек. Разрешите от имени Российского общества политологов приветствовать организаторов и участников Международной научно-образовательной конференции медиа власти, власти и медиа. В частности, он упоминает успешно прошедшее ноябре 2016 года в Казани съезд Российского общества политологов, который привлек к себе огромное внимание. Выделяет тоже целый ряд проблем, которые, с его точки зрения, было бы важно обсудить сегодня в профессиональном сообществе и медиа-сообществе, и в сообществе политологов, и там, где пересекаются наши знания, умения, компетенции. Это вопросы, связанные с тем, как формируется интерактивный диалог между властью и обществом, трансформация интернет-пространства. Ну и целый ряд других. Конференция является, с его точки зрения, открытыми площадками для экспертного диалога и коллективных обсуждений, что тоже сегодня на медиа-пространстве очень востребованы и не всегда в должном количестве, что называется, представлены, нацеленных на систематизацию знаний. Их действительно много, но много не систематизированного. Выработку новых подходов, научно обоснованных прогнозов. Кстати, не могу не упомянуть, что отдельно он просил передать слова благодарности и выразить свое восхищение деятельностью Галины Викторовны Морозовой. С удовольствием передавить эти слова. Я думаю, аплодисменты мы все это поддержим. Ну и тоже слова благодарности, пожелания, успехов и так далее. Кстати, вот к вопросу о междисциплинарности и о внедрении новых подходов вообще на взгляд на современную журналистику, на современного специалиста в области медиа, не могу не сказать, что мы сегодня тоже над этим активно работаем. И медиакоммуникации, новое направление, возникшее в минувшем учебном году, в текущем учебном году в высшей школе журналистики, единственное, кроме высшей школы экономики, существующей сегодня в России, и открывающаяся магистратура по медиа-аналитике, как уже тоже интегратор аналитических неких инструментов и компетенций для работы на медиапространстве, это все будет открывать возможности притока и во власть, и в медиа, и в те структуры, которые так или иначе непосредственно зависят от эффективности их работы, специалистов более широкого, простите за штамп, профиля, более широких компетенций. Хотя, говорят, компетенции должны быть очень узкие, но все-таки не хватает интегрированных знаний, и мы это тоже осознаем и с этим сегодня работаем. Наступил момент первого слова, первого выступающего. Профессор, заведующий кафедрой журналистики Казанского федерального университета, Светлана Каимовна Шахидинова, субъектность средств массовой информации в отношениях с властью по материалам эмпирических исследований. Я хотела бы вашему вниманию представить выводы по исследованию, это достаточно большой проект, который был затеян в 2014 году по инициативе Альянса независимых региональных исследователей, и в 2016 году был закончен. По исследованию региональных средств массовой информации. Я участвовала в качестве эксперта на первом этапе, и ряд выводов в рамках обсуждаемой темы хотела бы вам представить. Проект был вызван проблемами, связанными с деятельностью как раз средств массовой информации, с их высокой ангажированностью и невыполнением тех функций, которые, в общем-то, ожидаются за ними. И поэтому он и назывался «Чистые перья», то есть в связи с тем, что СМИ ангажированы. И проблема исследования заключалась еще и в том, что сегодня журналистика, за которой ожидают определенные результаты, как деятельности, которая призвана продвигать интересы населения в медиасфере, то есть быть как бы обратной связью для власти, то есть свидетельствовать реально, документально о том, что происходит в обществе, она практически сошла на нет, как это было сказано на этапе гипотезы. А средства массовой информации сейчас занимаются некой ангажированной деятельностью, и вставал вопрос, кто стоит за этими средствами массовой информации. Исследовались пять регионов, в них не вошли, Татарстан туда не вошел, вошли Новосибирская область, Ростовская, Воронежская, Свердловская и Ленинградская области. Исследовались по выборке периодические издания, и также проводилось анкетирование экспертов в лице практиков, которые представляют собой медийные лица в данных регионах. Если будут конкретно вопросы по процедуре, я потом отвечу. Для того, чтобы сэкономить время, я остановлюсь только на выводах. Для того, чтобы вот этот большой материал, который был нами получен, как-то интерпретировать и упорядочить, мною были введены таких два рабочих понятия, как субъектность СМИ, субъектность рациональная и системная на основе трудов Бурдье. Значит, первый тип — субъектность сознательного рационального субъекта, который под ним подразумевается такая субъектность, которая предполагает за субъектом его способность принимать решения и оценивать свои диспозиции в обществе. Речь таким образом идет о самостоятельном политическом акторе, который проявляет в себе способности независимо позиционировать себя в политической конкурентной среде. И на основе теории социальной ответственности прессы, и я в свое время, в советское время, представьте себе, такая парадоксальная ситуация, мы в этой парадигме работали и предполагали за журналистикой вот эту самую политическую субъектность активного политического актора. Второй тип — субъектность агента, которая определяется объективно по его позиции в отношениях институтов, признанных в социальных или юридических статусах. И к такого рода объектной субъектности, системной, по гипотезе исследования, относятся СМИ, как пример, и интернет-программы, СМИ как совокупность медиаорганизаций, и социальные сети как совокупности интернет-программ. И в связи с этим один из вопросов, ключевых вопросов исследования, чьим агентом являются СМИ. Я коротко скажу, что по гипотезе, которая подтвердилась, естественно, СМИ являются агентом власти, это показали дискурс исследований, в которых, ну, просто считались фактически персонажи власти, как они подаются, персонажи гражданского населения и персонажи бизнеса. Естественно, что персонажи власти были поданы в наиболее положительном ключе и, ну, как бы сказать, представляли собой того актора, который идентифицирует себя с персонажами медиатекстов. Сейчас я хотела бы обратить внимание на то, каким образом подаются персонажи власти в региональной прессе. Для этого я обратилась к рассуждению Юрия Лотмана о мифологическом сознании, потому что гипотеза, которая подтвердилась при интерпретации вот этих фактических данных, заключалась в том, что в региональной прессе, в особенности районной прессе, подтверждается и укрепляется мифологическое сознание, определяющее не реальную описанию событий, а восприятие реальности через номинацию, через присвоенное ей имя. Эту ситуацию отличия дескриптивного и мифологического сознания Лотман раскрывает на фразе, на двух фразах «Мир есть материя» и «Мир есть конь». Несмотря на их внешнюю стилистическую схожесть, между ними существует разница, по которой можно определить различия между рациональным сознанием, на которое должна была бы ориентироваться журналистика вслед за ними и СМИ, и мифологическим сознанием. Для не мифологизированного сознания существенно принципиальное отсутствие изоморфизма между описываемым миром и системой описаний. То есть предполагается, что существует некая площадка, некий мета-язык, который самостоятельен и который предлагает схемы для интерпретации. Это и язык науки, это и язык рационального сознания, которое предполагалось бы по нормативным концепциям должно было бы присутствовать в медиасфере. А «Мир есть конь» — это мифологическая фраза, которая не предполагает некий мета-язык. И тут утверждается изоморфизм между предметом и между номинациями вещей. То есть здесь уже восприятие подобного рода текстов происходит не на рациональном уровне, а на уровне отождествления узнавания. То есть вроде как бы мы становимся участниками некой игры, правила которой нам известны. По роду своей деятельности СМИ должны формировать тексты первого типа, однако исследование показало обратное. Здесь я практически прочту вам этот слайд с небольшими объяснениями, если понадобится. Характер представления образа власти в региональных изданиях обнаруживает участие газет в воспроизводстве архаических сюжетов мифологического сознания российской провинции. Если мы возьмем нашу районную прессу, городскую, да и некоторые печатные издания, представляющие и крупные города, фактически я как эксперт, который постоянно находится в этой теме, связанной с исследованием эмпирических материалов, могу сказать, что эта ситуация характерна в той или иной мере для регионов России. Мы обнаружим, что степень вовлеченности в данный процесс зависит не от типа источника, а от темы приближенности к традиционно мыслящему потребителю информации. Представители власти понимают это, поэтому стремятся быть упомянутыми в колонке новостей, в отчетах с конференции и так далее. То есть мы знаем саму структуру периодических изданий. Материалы читаются только исходя из того, какие персонажи власти указаны, кто перерезал ленточку, кто указал, кто направил, кто определил, каким образом нужно вести и так далее. Вот на таком уровне в основном пресса и отражает то, что она организует вот это управление через мифологическое отражение. Здесь достаточно сложный текст, который я зачитывать не буду. Речь идет о том, что таким образом региональная пресса выполняет функцию утверждения стабильности в обществе, потому что читатель уже привык к таким условиям игры и фактически открывает газеты не для традиционных читателей, имеется в виду, не тот, который ушел в интернет в социальные сети, что все спокойно, все правильно. Если вдруг нарушится этот порядок ритуальный, то вот тогда уже начнется волнение. А когда все идет по принятым образцам, то в этой ситуации это как раз наоборот определяет спокойствие общества. И здесь вот как раз тот вопрос, почему у нас фактически журналистики и нет в средствах массовой информации. Потому что журналистика по роду своей деятельности она вроде как должна разоблачать мифы, а здесь наоборот мифы утверждаются. Я как специалист более широкого профиля, не только как теоретика журналистики, могу сказать, что мифы до конца разоблачить невозможно. Здесь речь идет о мере их присутствия. С моей личной точки зрения мера присутствия мифов, которые утверждаются региональной прессой, она уже слишком велика. И поэтому нечего удивляться, что молодое поколение уходит в интернет. И, конечно же, рядом с бумажными носителями, ну и многими онлайн-версиями прессы, которые у нас существуют, представить молодое поколение совершенно невозможно как потребителя информации. Но, с другой стороны, вот та функция, которая раскрывается таким образом в деятельности СМИ, она объясняет, почему такие средства тратятся на содержание этого института. Потому что у нее есть конкретная функция стабилизации традиционного общества. И, конечно же, это в традиционном ключе должно быть выгодна. Далее у меня идет достаточно большой пласт материалов, которые я здесь не буду выносить. Я просто в двух словах скажу, что еще было включено в это исследование, связанных с тем, как представлены персонажи бизнеса и персонажи гражданского общества. Я два слова скажу о том, что случается с журналистом в этой системе. Дело в том, что журналисты не могут преодолеть вот эту традиционно сложившуюся матрицу. И преодоление возникает, как показало, в частности, наше исследование, есть и анкеты, и свидетельства экспертов из других регионов, только на уровне эпатажа, на уровне противопоставления себя системе на личностном уровне, только в виде скандала. И этот скандал определяется нарушением законодательствам, законодательствам, нарушением норм общения, которые предполагают достаточно культурный диалог и так далее. То есть журналисты сейчас себя представляют уже в большей степени как журналюги, которые стремятся выйти из этих условий игры, но поскольку цивилизованно выйти они не могут, они выходят в ряд героев в кавычках, которые снизкивают популярность за счет методов демифологизации, которые они проводят, того порядка, который проходит, но не цивилизованными способами. То есть они, в отличие от журналистов, которые должны представлять нашей нормативной концепции интересы гражданского населения, превращаются в звезд, которые отрываются фактически от населения и ведут себя исключительно в духе тех персонажей, деятельность которых разрушает репутацию журналистики как деятельности, которая должна вести, нести конструктивные смыслы в общество. На этом я закончу, чтобы не затягивать. Спасибо большое. К вопросу о мифах. Вы сказали о том, что все-таки чуть-чуть в прикладную сферу уйдем. От мифов, формируемых в неких традиционных медиа, ну, например, в районы городских, в СМИ, молодежь все больше уходит в интернет, то есть на новые платформы распространения информации. Но считаете ли вы, что они от мифов уходят в какую-то более не мифологизированную среду, или они просто уходят в другие мифы, причем которые сами себе и формируют? Там же сами уже выбирают кого читать, кого не читать. Конечно же, они не могут уйти от мифов, и, конечно же, в социальных сетях мы увидим, ну, социальные сети это вообще фабрика мифов, можно сказать, что это фабрика мифов. Но чем отличаются мифы, которые формируются традиционной прессой, от тех мифов, которые формируют новые медиа? Они отличаются не содержательно, в данном случае содержательно, чтобы говорить, это надо конкретные ситуации анализируют, с точки зрения механизма. Они отличаются тем, что там есть выбор. То есть там много мифологических, так сказать, площадок. А вот то, что связано со средствами массовой информации, это достаточно консервативная жесткая матрица, в которой выбор небольшой. Вот там то, что предлагает интернет, там различные персонажи у мифов, и различные герои, и различные концепции. Там есть возможность выбрать. Идешь на там лентач, там одни мифы, идешь в мой мир, там это другие мифы совершенно противоположные. А вот приехал в глубинку, там вот это как код нашей идентичности. Неважно, в какую глубинку ты приехал, там есть районная газета, там есть администрация, и там есть конкретный код, который тебе скажет, где ты находишься. Я в данном случае не содержание мифов анализирую, а их механизм. Спасибо. Вопрос был, да, пожалуйста. Светлана Гайловна, у меня такой вопрос. Выбор, кто делал? Вы или вы выступали уже только экспертом? То есть, почему нет ни одной республики? выбор регионов выбор регионов осуществлялся не нами. Я даже, честно сказать, не могу указать конкретно, кто осуществлял. А вот дальнейшая отработка инструментария осуществлялась коллегиально на площадке Союза журналистов России с приглашением экспертов и тех, кто предполагалось собирает, будет собирать эмпирический материал. Вот Татарстан не включили, я думаю, и республики. Дело в том, что получились одни области у вас. Области. Вот я думаю, что это было сделано сознательно, потому что в этом исследовании не привлекались профессиональные социологи. И для того, чтобы снизить риски ухода, так сказать, субъективизм, субъективные практики, мы облегчили, не мы лично, я в этом участвовала только как именно на экспертной роли, а организаторы постарались упростить объект. Если бы были включены республики, то там были бы включены другие факторы, которые отдельно бы пришлось исследовать. Я думаю, вот по этой схеме делалось. И вот не совсем понятно было, какие СМИ именно исследовались. Исследовались печатные СМИ, в каждом регионе брали пять СМИ, и в зависимости с участием представителей этих регионов, которые представляют медиа-сообщества и с консультациями с ними, были выбраны по типу, определенный тип, интернет-издание, районная газета, популярная государственная и так далее. Я это потом более подробно смогу вам в личном контакте рассказать. Спасибо. Еще я видел есть вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое. Там под запись, поэтому говорите спокойно. Главное, чтобы слышать. Двич, два вопроса, по сути. Первый, вы говорите о мифах, но вы имеете в виду больше мифы, как стереотипы по Липману, то есть схематизация, упрощение, формирование регидного сознания или все-таки чем-то другом? Это раз. Я говорю о мифах как характеристики мифологического сознания, мифологического, которое проявляется в наших актуальных практиках и несет в себе некие архаические, то есть в таком семиотическом плане, я говорю, как у Лотмана, и несет в себе некие архаические механизмы. То есть, вот, например, тут, как бы сказать, можно в нескольких плоскостях. Вот когда я в целом характеризую вот эту по дуальной схеме мифологическое и не мифологическое сознание, я опираюсь на Лотмана, а когда я конкретно рассматриваю материалы, я еще туда привлекаю определение мифов как уже более такое связанное с искажениями и так далее. То есть, вот когда я говорю о том, что мифологическое сознание утверждается региональной прессой, я говорю о механизмах восприятия реальности через номинацию. Вот не по существу, а через определенные ритуальные практики, в которые включены форматы текстов в том числе. Хорошо, Дмитрий. Еще один вопрос. Вы обозначили некоторую функцию СМИ, но не назвали слово легализация политического курса официальной власти, правящей власти. Дело в том, что этот проект не был связан с политическими вопросами как таковыми. Но по сути он таким является. Он исходил, это даже название было практики практикам. То есть, он, конечно же, не стоит вне политики и информационной политики, которая проводится в государстве. Но это не было целью, потому что речь шла о том, как сделать журналистику непродажной, убрать, уменьшить степень ее ангажированности. То есть, вот это было, как бы сказать, это был пафос, который собрал журналистов. В нем же участвовали журналисты практики прежде всего. Поэтому непосредственно политические вопросы здесь не формулируют. Но прежде всего вы опираетесь на Бурдье, который говорил о том, что независимость СМИ в первую очередь определяется финансированием, в том числе государства. То есть, оно по-любому связано с государством. Конечно, связано. Но это же не значит, что это все должно быть включено в методологическое. Я опираюсь, оценивая нормативно то, что происходит с журналистикой, я опираюсь на теорию социальной ответственности пресса, по которой у нас образование выстраивается журналистское. Спасибо. Нет пока вопросов. Вопросов на самом деле осталось много, но это предмет дальнейших дискуссий и сегодня, и вообще в последующем. Потому что, скажем, даже то, что последнее затронули, так мимолетное, я думаю, очень многие практики сейчас бы насторожились, когда речь говорит, зашла о такой категории, как независимость средств массовой информации, некоторых, свобода действий, чем она все-таки реально обусловлена, ограничена. И вообще, что это за кое? Тем более, именно в современном трактовании, с учетом появления таких явлений, как социальные медиа, сообщения, как самодостаточные медиа уже сегодня выступают. Мы же понимаем, что не только чей-то блок, чей-то социальный страница, статус играет роль, но отдельно взятое сообщение может играть самодостаточную роль сегодня в информационном пространстве и очень серьезно менять картину политическую в том числе. Дискуссия. Продолжаем. Дмитрий Валерьевич Туманов, доцент кафедры журналистики Казанского Федерального Университета, человек медиакультуры, вниз по лестнице, ведущий вверх. С вопросительным знаком в конце. Пожалуйста. Так, у вас презентации нет, да? Нет, у меня без презентации. Ага. Спасибо. Спасибо огромное. Тема немножечко дискуссионно-спорно и, может быть, пытающаяся заострить какие-то проблемы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной нашей жизни. Хочу напомнить, что конференция проводится в рамках празднования 55-летия журналистского образования, в Казанском университете. И поэтому то, о чем я буду говорить, напрямую связано с нашей деятельностью, с тем, как мы пытаемся образовать, создать вот этого человека медиакультуры. Медиакультуру можно, конечно, представить как совокупность информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности. Но такое определение достаточно часто сейчас встречается, хотя сам термин медиакультура появилась не так уж и давно, в конце теперь уже прошлого века. еще толком непонятно, что такое медиакультура, еще ученые пытаются нащупать вот эту вот предметность определения, но уже сейчас ясно, что отвечая на главный вопрос нашей конференции о власти медиа, можно сказать, что медиакультура напрямую связана с вот этой вот самой проблемой, когда медиа начинает определять культуру человека в самом широком смысле этого слова. Философский смысл культуры в известной мере проясняется метафорическим представлением о человеке, как о сложном информационном процессе, уравновешивающем внутреннюю среду организма и внешнюю среду его окружения путем обмена информацией. Это действительно нечто, что служит определенным мостиком, определенной какой-то диалоговой средой между теми внутренними предварительными знаниями, которые багажом несутся в каждом из нас и тем, что нам постоянно предъявляет этот мир мир медиа. Вообще с медиа тоже проблема, потому что медиа это не просто средство для передачи информации, как это достаточно часто трактуется, это целая среда, в которой производится и статизируется и транслируется культурные коды. К сожалению, эти культурные коды, которые транслируют медиа, они не всегда соответствуют истине. Иногда даже нарушают вот этот вот гармонический баланс, который существует между внутренним пониманием человека и вот тем внешним, что несет медиа. Ну, чтобы было понятно, о чем я говорю, простой пример из самого недавнего прошлого. 10 февраля, как известно, дата смерти Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля этого года исполнялось 180 лет, как он скончался на набережной Мойке в своем доме номер 12. Тем не менее, наше местное телевидение ВКТРК Татарстан, назову здесь, все утро поздравляло своих телезрителей со 180-летием со дня рождения Александра Сергеевича. И даже после того, как на студию несколько раз позвонили и поправили, они продолжали настаивать на своей формулировке. Вот этот дисбаланс, который возникает между моим внутренним знанием и тем, что мне диктует мир, заставляет меня в этой новой медиакультуре, в этом новом каком-то пространстве искать свои мифы, свои объяснения. лично я для себя попробовал сформулировать, чтобы как-то успокоить вот это возмущение возникшее при столкновении этих двух знаний. Я попытался объяснить себе, что, наверное, они с христианских позиций подошли к этому вопросу, когда смерть является рождением в вечности. И они поздравляли, детсказ, с рождением в вечности. Он умирает в жизни и возрождается там. Ну, я могу рождать очередные мифы, могу рождать очередные истории, но, тем не менее, мы сталкиваемся с вот этим процессом, когда медиакультура, медиамир, власть медиа насаждает нам... Ну, вот как непарадоксально это звучит, медиакультура насаждает нам бескультурных людей, бескультурное знание. Отсутствие понимания, отсутствие культуры, отсутствие знаний, отсутствие каких-то элементарных вещей. И здесь опять-таки вот эта вот проблема, которая лично меня волнует, ведь то, как развивается наша история, то, как развивается наша цивилизация, это как раз та лестница, которая ведет вверх. Мы все время поднимаемся в технологическом смысле, мы поднимаемся в каких-то пониманиях мира, пониманиях самого себя, мы возвышаемся над тем первобытным человеком, который остался где-то там уже внизу. Но поднимаемся ли мы по этой лестнице, которая ведет вверх? Вот суть вопроса. Человек медиакультуры движется вниз по этой лестнице? В этой связи особенно актуальным, как мне кажется, является вопрос о медиа образовании. которые, сочетая в себе лекционные практические занятия, как раз представляют собой своеобразное включение учащихся в процесс созидания произведений медиакультуры и потребления их. Ведь медиакультура это же не только создание, не только потребление, это целый огромнейший комплекс разносторонний, комплекс, который существует на создании личности, работает на создании личности. Так вот, да, да, человек творит медиакультуру, да, он пребывает в ней, потому что обращение конкретному материалу медиакультурной действительности уместно рассматривать как обращение к самому человеку. И постижение медиакультуры осуществляется через развитие ментальной, нравственно-этической, мировоззренческой, эстетической и прочих важнейших характеристик человека, характеристик личности. Да, медиакультура это один из способов развития человека, потому что современный человек, живущий вот в этом глобализирующемся мире, он должен не только уметь воспроизводить медиатексты, работать с ними, но и понимать влияние медиа на свою собственную жизнь и на жизнь в целом. Таким образом, мы должны учить, наверное, не только вот этим технологическим приемом понимания текста, но и должны учить тем приемом, которые, в общем-то, должны помогать осознавать собственную ответственность за то, что ты творишь, ответственность за собственное существование. Вот эта вот ответственность, она очень часто идет в разрез с тем, что предлагает нам власти, что предлагает нам уже существующие средства массовой информации, вот как предыдущий оратор убедительно показал, что средства массовой информации скорее дезориентируют, чем информируют и ориентируют в дальнейшем. Они создают совершенно иные мифологические какие-то конструкты. но у современного человека медиакультуры предполагается наличие критического мышления, умение давать оценку различным текстам, отличать в интертекстах прототексты и метатексты. Ну, понятно, о чем речь идет. это умение увидеть в любом тексте, который существует, диалог с предшествующими культурами и диалог с самим текстом, который мы читаем. Потому что вот это полидиалоговость текстов, она бесконечна, бескрайняя. И умение вот это почувствовать, это тоже элемент культуры, который мы должны воспитывать. Тем более в тех, кто несет эту культуру через медиа. Кто как раз осуществляет эту власть медиа над обществом. Это бесконечное умение генерировать, абстрагировать, различать границы между эмпирическим и теористическим знанием. Это выявлять особенности сущностной и второстепенной информации. Это быстро отыскивать справочную информацию. Ну и многое-многое другое, что позволяет в общем-то ориентироваться в современном медиапространстве. Для этого существует некие механизмы воспитание человека и в современных условиях эти вот наше воспитание только текстовое и на собственном примере, оно должно еще сопровождаться рядом технологических приемов. Существует типовое описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса в сегодняшних условиях. в обязательном порядке эта типовая база включает в себя специализированную лабораторию, мультимедийную аудиторию, компьютерный класс, лингофонный кабинет. Это все включается в наши программы и в наши требования. Да, у нас стали появляться здесь вот такие вот лаборатории, как та, в которой мы существуем. Но у нас стали исчезать мультимедийные аудитории, которые столь потребны для того, чтобы воспитать человека медиакультуры. Во всех остальных аудиториях, где нам приходится преподавать, работать, у меня нет возможности показать даже презентацию. не говоря о каких-то других более сложных проблемах. Тем более, что этот вопрос решаем достаточно быстро в современных условиях. Достаточно компьютер, достаточно подключения к видеопроектору и все. Но даже это оказывается невозможным, невыполнимым в условиях сегодняшнего нашего существования. Что опять-таки ведет нас вниз по этой лестнице. Я уж не говорю о том, что должны быть средства адаптации и преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нет, речь идет не только о возможности их перемещаться по этим лестницам, речь идет о более серьезных вещах, без которых невозможно включение в медиапространство. Это создание текстовой версии любого нетекстового контента, которое тоже предусматривается госстандартом. Это создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных. Это создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников. Нарушение слуха, вот тебе видео, нарушение зрения, вот тебе аудио. То есть вот эти вот все возможности, это применение каких-то дистанционных образовательных технологий для передачи информации. Мы оказываемся вот в этой медиакультуре совершенно беспомощными и безоружными. Мы в надвигающемся на нас мире, которые надвигаются с разными темпами, в разных направлениях, с разными скоростями. В этом глобализирующемся пространстве оказываемся перед тем вызовом, как и кого мы должны воспитать, если действительно у нас власть медиа оказывается выше, чем власть над медиа. Важно понимать, осознавать, что медиакультура это всегда взаимодействие различных культур на этническом, национальном и цивилизационном уровнях, то есть способность к диалогу. Современный человек должен освоить не только культуру передачи информации, но и культуру ее восприятия. И от того, насколько человек медиакультуры будет способен осуществлять эти функции в меняющемся мире, от того, насколько грамотно и эффективно будет им сформировано вот это диалоговое информационное пространство, зависит вектор нашего продвижения в этом мире. Вверх или вниз мы пойдем по той лестнице, которая ведет к становлению единого глобального цивилизационного общества. Спасибо огромное. Есть вопросы? Есть вопросы? Сейчас, секундочку, только микрофон, чтобы запись была слышна. Дмитрий Валерьевич, во-первых, благодарность за то, что тема медиакультуры звучит, то, что мы обсуждали на кафедре, как-то вот имеет свое развитие. Это очень здорово. Действительно, все, что мы делаем, это развитие медиакультуры. У студентов уровень профессиональной культуры повышает. Так или иначе, рефреном, то есть результатом будет повышение уровня медиакультуры вообще в стране. И хочется такой вопрос задать. Вниз по лестнице ведущий вверх. Что вы вкладывали? Ведущий. Ведущий вверх, да. Но вот в свое время, в детстве читали роман американской писательницы Уэлла Кауфман, у нее звучало как вверх по лестнице ведущий вниз. То есть, может быть, вот это было бы более символично? Или вы особый какой-то вот знак? Ну, я здесь пытался уже сообщить, еще раз просто попытаюсь донести смысл, что та лестница цивилизационная, по которой мы движемся, она все-таки ведет нас вверх, а не вниз. Это мы сейчас начинаем спускаться по ней вниз, потому что мы не успеваем за теми требованиями, за теми вызовами, которые нам предъявляет мир. Спасибо. Понятно. Спасибо. Ничего, вопросы? Нет? Спасибо. Так, хотя вопрос, я думаю, на такую достаточно длительную перспективу, потому что проблема того, как в условиях гигантского потока информации сделать и информационно, и в целом культурно образованного человека, это проблема проблем. Знают же они, что день Пушкина? Ну, не знают точно, родился или умер. Ну, знают уже хорошо. Проблема не только в том, чтобы продемонстрировать некий слайд в некой аудитории, а проблема в том, что львиная доля сегодняшних людей, заявляющихся на завтрашнее главенствование на медиапространстве, не смотрят телевизор, не читают газет, и проблема вписать в учебные программы их постоянное соучастие в производстве того контента, который они сегодня даже смотреть не хотят. На первом этапе хотим заставить как-то смотреть. Но заставить сегодня невозможно. Сегодня нужно искать новые, нестандартные. Главное, самое печальное, что информационных потоков и возможностей много. Сегодня не надо идти в библиотеку и просиживать там часами в очереди за отдельно взятой книгой для того, чтобы получить необходимое. Можно в десятки раз больше получить массив информации. Нет культуры потребления и принятия еще этой информации, информации, которая очень много и достойна, отсеивания ее. И сегодня мы видим обратный процесс, когда новые медиа, социальные медиа, которые, казалось бы, тут я занимаю почти кусочек, который был мне тоже отведен для доклада, которые, казалось бы, еще вчера мы называли абсолютно безответственным, социальные медиа, берет на себя несвойственную функцию. Когда Цукерберг заявляет, что Фейсбук скоро будет заниматься борьбой с фейками на основе неких меток и потом перепроверка этой информации. Заметьте, нетрадиционные медиа этим будут заниматься, а социальные сети сами на себя берут саморегулирование, перепроверять в том числе информацию, поступающую в социальные сети через традиционные медиа. Это некая новая такая конфигурация, кто вообще даже в самой системе медиа выше, ответственнее, и к чему это потом приведет. Я уж не говорю о том, что еще и всегда вопрос, кто будет ставить эти метки и обеспечивать приток информации в социальных сетях до нужного пользователя. Очень скоро мы с вами почему мы говорим медиа-аналитику очень важна, еще тоже встанем в ситуации, когда сегодня искусственный интеллект позволяет персонифицированно поставлять информацию. И очень скоро я просто по определению не увижу многого из того, что хотел бы увидеть, но социальные сети примут решение мне этого не поставлять. И это не увижу. Этот момент очень близок. Поэтому тема очень хорошая. Очень хорошо, что она поднята. Спасибо большое. Ну и сразу предоставляю слово следующему, ну не совсем сразу, после своей долгой прелюдии. Татьяна Тимофеевна Сидельникова, профессор кафедры связи с общественностью и прикладной политологии Казанского федерального университета «Политические дебаты как проблема медийного и образовательного пространства». Я хочу сказать участникам нашей сегодняшней пленарной встречи о том, что так получилось, что Казанский федеральный университет не потому, что мы самые крутые и не хотели наших коллег подпускать вот к трибуну. Просто очень многие просто или физически пока не успевают вот доехать до этого зала, либо вот дистанционно будут в онлайн-режиме потом включаться и подключаться к дискуссиям. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, заявленная тема предполагает возможность синтеза двух началов. политического политического медийного образовательного пространства и образовательной деятельности. В первой части я постараюсь остановиться прежде всего на научной составляющей, насколько это возможно и уместно будет в рамках обсуждения. Ну, а вторая часть понятно, что это будет образование, связанное с медийным пространством. В качестве дефиниции, которые будут употребляться, это дебаты, причем дебаты политические. Я не ставлю перед собой задачу разбирать дебаты через род и ближайшее видовое отличие. Просто как рабочее определение предлагаю, что это четко структурированный и специально организованный публичный обмен мнений между двумя сторонами по актуальным темам. Разновидность, естественно, политической дискуссии, которая направлена на переубеждение о своей правоте третьей стороны, а не друг друга. И в данном контексте речь, конечно же, будет идти о том, что цель дебатов не достижение согласия, а доминирование своей точки зрения обязательность победы над другой стороной. Причем свидетелями этой победы и ради чего они идут являются аудитории. А посредованная или непосредственная и поскольку речь идет о политических дебатах, то в нашем случае избиратели, активисты политических партий, интересующиеся политикой, телезрители, то есть за кого идет борьба двух участвующих в политическом представлении. А вот если проанализировать, какую роль и какое отношение к политическим дебатам в качестве инструмента предвыборных компаний существует на российском поле, то у нас устраивается приблизительно вот такая картина. 41% на выборах, точнее, в период выборной кампании в Государственную Думу 2003 года указывают, что теледебаты бессмысленны. 2012 год уже президентские выборы, этот уровень 46%. Можно было, конечно, предположить, что связано это именно с персонами, которые там участвовали, но динамика продолжает и очень печальная динамика прогрессировать. Выбор в кавычках, естественно, выбор в Государственную Думу 2016 год 51% респондентов категорически не желают смотреть Деваты, а еще 23% их просто-напросто не видели. Не возникает закономерный вопрос. Во-первых, нужно ли этими дебатами вообще заниматься? И поскольку нужно, то в чем причина? Наша задача в научном контексте посмотреть или найти какие-то ответы вопросы, почему так произошло, будет ли это продолжаться, чем это характеризуется в реальной практике политических дебатов с точки зрения их характеристик. И вот в данном контексте, будете любезны, следующий край, я выделила своего рода блок, который касается прежде всего причин, пытаясь их сформировать, так сказать, сгруппировать в социально-политические, культурологические. И второй момент, те характерные особенности или характеристики самих дебатов. Ну, прежде всего, нигилистическое отношение к выборам как таковым, не веря, что они могут что-то изменить. Я даже комментировать этот пункт не буду, уважаемая аудитория с этим соприкасалась постоянно и в плане исследований, и в плане наблюдений, и в плане обсуждений. Это существует, и только 9%, если говорить или вводить Центрю, указывали, что они считают выборы, это достойная процедура, которая может дать возможность прийти к власти лучшему. Второе – состояние общественно-политического сознания и доминирующей политической культуры. И вот здесь наблюдается своего рода причудливое переплетение двух начал. С одной стороны, активистского начала, я бы не сказала, что большого количества граждан, которые стремятся переделать этот мир, которые стремятся повлиять на власть, а с другой стороны, индифферентное, спокойное, абсцинтеистское во многом случае поведение большинства, которые предполагают и заявляют, что изменить ситуацию вряд ли вообще возможно. Деятельность партии власти, как еще один фактор, который может и формирует вот такой статус, такое положение и отношение к выборам в нашей стране. Любая власть и любая правящая партия или партия власти, как угодно называйте, она получает определенную всего своего статуса индульгенцию и определенный комплекс полноценности, который формируется именно в силу того, что она правящая. И в этом отношении деятельность той организации, которая в данный момент, пусть она, так сказать, не является узаконенной официальной, но реально существующей, создает вот этот элемент непотопляемости. И в силу этого, что у партии и у общества формируется вот это уже отношение нигилистическое, что бы ни делали, все равно не изменится. Я уж не говорю об административном ресурсе, который не упоминает только ленивые. Разобщенность оппозиции, неповоротливость оппозиционных политических партий связано это с тем, что, как вот показал анализ и выступление и других публикаций, нередко оппозиционные партии предпочитают дискутировать друг с другом, не вызывая на честный поединок представителей в данном случае партии власти. По той простой причине, что заведомо вариант противостояния той партии, которая сейчас у руля, ну, понятно, что условно, и их самих будет носить характер неадекватного положения по отношению друг с другом. нет опыта настоящих дискуссий у дебатеров. Да, к сожалению, великому это так. Я чуть позднее в образовательном контексте, когда буду затрагивать проблему, об этом скажу. Но мы наблюдаем, как выстраиваются дискуссии, как нередко апелляция к личности, а не к делу, заменяет все выступления, суть выступлений и так далее и тому подобное. И отсутствие вкуса к дискуссии у большинства населения, может быть, этим еще и сопрягается, точнее они предпоследний, последний пункт взаимозависимый по той простой причине, что дискуссии, в данном случае дебаты, предполагают готовность, а самое главное желание у общества сопоставлять, сравнивать, анализировать, подвергаться сомнению и так далее и тому подобное. Это интеллектуальный напряг. А чаще напрягаться, в общем-то, не всем хочется. Большинству. И в силу этого возникает ряд характерных черт, которые характеризуют политические дебаты на современном этапе. Это качественный уровень проведения. С точки зрения качественной можно взять кавычки. Противостояние идей заменяется противостоянием людей. Происходит демонизация противной коапелляции к чувствам, а не к разуму. И проект сопротивления голосу и сердцем методы внушения, а не методы убеждения присутствуют как доминирующие. Второй момент. приобретает характер ток-шоу разговорной программы. В принципе, это можно только приветствовать. Безусловно, да, и я разделяю подход, который чуть позднее будет представлен видеороликами, что без заинтересованности зрителей ни одни политические дебаты не достигнут своей цели, потому что это сплав эмоционального и рационального. Если будет только рационально, эмоции будут на втором плане, люди не отреагируют на те серьезные, может быть, вопросы, которые ставятся во время политических дискуссий. Другое дело, что эпатирующий характер многих выступлений зашкаливает. Почему с таким большим интересом приглашают всегда Жириновского, еще ранее Алексея Митрофанова, который был депутатом Государственной Думы 1, 2, 3, 4 и 6 созыва? Да потому что это не только публичные персоны, а они своим действием, своим поведением просто-напросто привлекают внимание аудитории. Монологи вместо полемических диалогов. Чем ниже уровень, на который избираются представители во властной структуры, тем в большей степени дискуссий вообще сходят на нет. Происходит заголовок дискуссий или дебаты по теме и дальше выходят два представителя и каждый заголкает в течение 30 секунд или минуты ту часть своей программы озвучивая ее. О дебатах речи не идет как сражение, как сопоставление противоположных пластистов. Ну а отсутствие культуры дискуссии обеих сторон в видеоролике мы увидим. Передергивание нарушения контента так как то, что тоже присутствует и характеризует на мой взгляд общую политическую и полемическую культуру, которую мы имеем. Не участие в политических дебатах главного конкурента. Об этом говорили многие выступающие во время теледебатов и мы к этому вернемся. И наконец еще один момент адекватность аудитории. Лидер не должен быть намного умнее ведомых. Вот это положение во время дебатов оно очень серьезно должно присутствовать. Американцы исследуя специфику президентской деятельности сказали, что если лидер в 3-4 раза по своему интеллектуальному потенциалу выше ведомых он заведомо проиграет. Он не должен быть очень умным. 30 процентов 25-30 процентов оптимальный вариант. Почему? Почему проиграл Явлинский? Почему, так сказать, если появится Кудрин он тоже не будет вызывать не просто интересных за ним не пойдут? А потому что шибко умные. И в одной из публикаций мне очень понравилось, что политик, участвующий в политических дебатах и вообще идущий на выборы, он должен чувствовать вибрацию народа. Что это? Повышать уровень тех, с кем ты работаешь, понижать собственный уровень, это, наверное, в каждом конкретном случае решаться будет по-разному. Но то, что это есть и то, что это необходимо, учитывая, безусловно, да. Ну и возьмем любые обещания, которые даются во время выборов и характер их исполнения. Я только буквально секунды конструктивный оратор по типологии умения говорить, умения выступать на дебатах по критерию держать тезис. Демагог, понятно, я напоминаю, в советский период был такой гимн милицейский. Вот там были строчки, которые, на мой взгляд, очень хорошо характеризуют демагогическое режим поведения. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, вот демагог, вот его квинтэссенция подхода к выступлению публично. Ну и, наконец, популиста, о котором уже говорилось. А сейчас я попрошу, почему мы работаем с Ириной Дмитриевной, чтобы мы посмотрели небольшие фрагменты, которые, на мой взгляд, это условная совершенно типология, я начала с ней работать, она не закончена, секундочку. Первая категория, вернее, первый тип Михаил Дмитриевич задать вопрос, поскольку он первый раз кандидат президента, я уже пятый раз, когда я был первый раз кандидатом президента, Михаил Дмитриевич был успешным банковским работником, таким успешным, что даже вызывает подозрения, выпускник советского вуза, сразу начальник управления в банке, карьера, которую даже сын Барака Обамы, наверное, не смог прощать. Это так называемый прозревший интеллигент, первый тип дебатеров. Почему, сейчас будет понятно. То есть мы видим наезд Жириновского откровенный и интеллигентное молчание его визави Михаила Прохорова. Второй вариант, это прошло определенное время, это дебаты Прохоров-Зюганов. Я прекрасно понимаю, насколько вам стыдно за то, что вы за 70 лет вместе со своими предшественниками сделали со страной, а также в последние 20. прием чтения в сердцах. То есть те приемы, которые начинают использовать осознанно, не знаю, насколько обучено, но использовать в своих выступлениях, выступающие во время полемических дебатов. Я прекрасно понимаю, насколько вам стыдно. Зюгана по этому ничего не говорит. Ему инкриминируют, его озвучивают. Ну, что ж поделаешь, прозревший интеллигенцию умел сделать это. Доверевое лицо. Уважаемые граждане России, вы видите, какие у нас проходят дебаты. Наверное, ни в одной стране мира такого позора и унижения не испытывают кандидаты в президенты. Нам говорят они, тут иди на дебаты, мы тут пошлем кого они захотят послать. Неужели непонятно, что дебаты могут быть только между претендентами на власть? Какие бы хорошие не были бы доверенные лица, можно всю Академию наук сюда пригнать. Но это же против меня сидит не кандидат в президенты. Понятно, о чем идет речь. И понятно, вариант, связанный с тем, что неучастие первого лица в политических дебатах может по-разному быть расценено. Здесь мы не открываем дискуссию по этому поводу, хотя предмет, достойное обсуждение как за, так и против. Тандем следующий вариант, который может быть проанализирован. Геннадий Андреевич, вы знаете, что наши с вами партийцы в Москве подписали соглашение о контроле в день голосования, совместном контроле. Кто мешает нам сегодня с вами, а мы к вам обращались уже месяц назад с таким предложением, в присутствии миллионов теледрителей договориться о том, что хотя бы, хотя бы мы с вами организуем наблюдение и контроль в день голосования и сделаем это для того, чтобы реальной волей избирения граждан было зафиксировано, чтобы люди шли и знали, что и голоса никто не украдет, что и голоса будут объединены. И как они проголосуют, так мы обеспечим. Давайте мы это сделаем сейчас. Мы, кстати, давно предложили и уже во многих регионах эту идею реализовали. Вот неделю назад были выборы в ИКС. Ну, как видите, вариант предварительной определенной договоренности. Вначале по частным проблемам, а потом и по вопросам объединения усилий для того, чтобы противостоять конкретному кандидату, который выступал как, в общем-то, лидер гонки. И, наконец, еще один момент. Брат, шесть лет. Сейчас никто нас с Геннадием Андреевичем не видит и не слышит. Потому что все вы в метро, в автобусе, в поезде. Вы в 7-8 вечера будете дома. Дебаты прошли. И кто их видел? В этом выражаю протест против ЦИК, который не пошел нам навстречу. Мы просили. Просили. В законе написано. В удобное время. В законе мы написали. В самое лучшее время. Это с 8 вечера до 10. Вот вам отсюда начинается и произвол. Если мы не можем помочь кандидатам в президенты пообщаться с вами, с избирателями, вам решать судьбу страны, то это, конечно, как другие вопросы нам решать. Нас не слышат. В этом смысле, конечно, неприятно. Это все связано с тем, что определенные силы хотят удержать свою власть. Если помешать нам с Геннадием Андреевичем получить наши заслуженные голоса, выставляют на политическое поле дополнительных, так сказать, товарищей, друзей Путина, Прохоров и Миронов. Один... Ну, на мой взгляд, поле одного ягода. Одно детерминирует другое, и в свою очередь те особенности и болевые точки, которые можно назвать как характерные черты дебатов, рождают и соответствующие отношения в обществе. Вторая часть, как я говорила, образовательная. Дебаты, дискуссия, диспут, конфронтация, конфликт, коллизия, пикировка, ну и так далее. То, что здесь написано, это все коммуникации. И в эти коммуникации погружены мы, преподаватели, студенты, дома, на транспорте. То есть мы везде находимся в ситуации вот таких противоречий, которые очень часто рождают желание чем-то отомстить, что-то сказать резкое. То есть вопрос опять о коммуникациях, культуре их выходит за рамки чисто... Следующий экран, будьте любезны. Выходит за рамки того, что представляет собой политический дебат. Образовательный процесс, дискуссия. Мы постоянно с вами соприкасаемся с тем, что и мы, преподаватели, говорим, что в рамках изучения курса мы практикуем деловые игры, дискуссии и так далее и тому подобное. Назначение дискуссии действительно очень серьезное. Особых комментариев не требуется. Экран перед вами. Сколько здесь плюсов, которые несет дискуссия для людей, которые действительно в нее погружены и умеют это делать. Следующий экран, пожалуйста. А вот теперь давайте посмотрим очень интересный момент. Леонид Григорьевич будет у нас не только в качестве, так сказать, выступающего в живьем, но и в записи. Вот вам и еще один пример того, что жизнь в сценах Казанского федерального университета совсем не похожа на каникулярные затишья. Впрочем, многие из тех, кто сегодня учится в вузах республики, словно бы и не собирались отдыхать. Напротив, они сами себя заводят на проекте, в который сами по доброй воле погрузились чуть ранее и который так и называется политзавод. Проект предполагает выявление самых активных и неравнодушных молодых людей, нацеленных на активную карьеру в общественно-политической сфере. На минувшей неделе политзаводчане бились за кубок Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, доказывая, что обладают невероятными познаниями по широкому кругу вопросов и способны своим ораторским искусством покорить массы. Смотрите сами, как это было. В пятницу, 3 февраля, в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые состоялась запись ток-шоу. Дебютной программой стали политические бои. Это новый пилотный проект политзавода, точнее блока ораторское мастерство и политические коммуникации. Я так полагаю, что многие из присутствующих здесь либо были на этом мероприятии замечательном, интересном, либо слышали, но я не попадаю в это число, только из Универс-ТВ узнала. Но в любом случае политзавод это площадка, как бы написано в положении в этой организации, общественно-политический проект политзавод, площадка открытого конкурсного отбора политически активной молодежи. Участники проекта будут задействованы в предварительном внутрипартийном голосовании для последующего движения кандидатур-кандидатов на выбор Государственной Думы и Госсовет Республики Татарстан. Ну и, соответственно, представители молодежи пройдут стажировку в вышеобозначенных органах власти. И меня в связи с этим очень заинтересовало, и это здорово, что такой проект получил резонанс прежде всего у молодежи. Насколько я помню, по публикациям было подано порядка 800 заявлений, 200 прошли отбор, и еще энное количество уже принимали участие вот в этих дебатах. Но давайте мы посмотрим. Кстати, было обещано у НИВЕР-ТВ, что подробный отчет об этом мероприятии интереснейшим будет дан, потому что я видела только тех, кто участвовали в дебатах. А как они это делали, осталось для меня лично заказом. Вот давайте посмотрим качества, которые должны характеризоваться те, кто идет в большую политику. Амбиции, в принципе, должны соответствовать иммуницией соответствующие. Качество полемиста, которое здесь прописано, у тех, кто ведет эти дебаты и потом должен вести их дальше. Они отличаются от просто умения говорить. Помимо того, что ораторское искусство, безусловно, да, но это еще и полемическая мощная культура, поскольку приходится и придется выступать тем, кто стремится во власти и на митингах, и форматах политических дискуссий уже более академического характера. Это умение держать удар, гибко применять приемы словесной атаки и речевой самообороной. То есть это множество всяких умений, компетенций, как бы мы о них не спорили, которые необходимо делать. И в связи с тем, что задача нашей конференции вырабатывать и практические рекомендации, первая рекомендация, которую я бы хотела сделать совместно с Государственным Советом НТ, Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Татарстанским штабом «Молодой гвардии», курирующими общественно-политический проект «Политзавод», организовать на базе высшей школы журналистики и медиакоммуникации проведение мастер-классов или курсов по теме «Коммуникации в публичной политике» для повышения полемической культуры и развития полемической компетенции участников Политзавода Республики Татарстан. Это первое. И второе. Если вновь вернуться нам с вами в образовательный процесс, посмотрите, как происходит усвоение информации при использовании различных методов обучения. Лекция наша с вами неизбывная, каждый день проходящая. 5% усвоения информации. Дискуссионные методы 50. Практические действия 70, обучение других 90. Я думаю, что даже если сравнить лекции и дискуссионные методы, мы видим в 10 раз больше. Так может быть и этот инструмент нам прежде всего сделать инструментом взаимодействия преподавателя и аудитории. Но для этой цели и молодых выпускников вузов, и аспирантов, и молодых преподавателей надо этому искусству и науке обучать. И в связи с этим второе предложение как рекомендация проект резолюции. Совместно с Российским обществом политологов именно под эгидой Казанский федеральный университет и Российское общество политологов на первом экране было и проводится эта конференция. Проведение на базе высшей школы журналистики и медиакоммуникаций и прежде всего это естественно будет замкнуто на кафедру связи с общественностью прикладной политологии летних школ коммуникативно ориентированной направленности по технологиям эффективных коммуникаций и инновационным технологиям обучения для молодых преподавателей аспирантов вузов Республики Татарстан и вузов Привозского федерального округа, поскольку мы знаем, что КФУ это донор и он, так сказать, возглавляет этот Привозский федеральный округ с точки зрения вузовского обеспечения. Спасибо большое за внимание. Я постаралась показать свое видение полемика образовательный процесс и как это можно совмещать. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Микрофон пока вам несут. Если позвольте, вот у меня вопрос по первому слайду, если я не ошибаюсь, он связан с результатами социологических опросов относительно осмотребельности дебатов в разные годы избирательных кампаний. Учитывался ли в этих опросах такой фактор, что не только непосредственно с телеэкрана, но и на других площадках, на других носителях смотрятся и дебаты, прослушиваются дебаты, люди знакомятся с этими дебатами. То есть сегодня не обязательно садиться перед экраном и их смотреть. Понятно, что площадок много и фраза, брошенная тем же Жириновским на дебатах, которые плохо смотрят, через день все равно страна очень быстро узнает и будет повторять. Ну и так, фантазирую. Я отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что при формулировке задаваемых вопросов Левада-центра в ЦИОМ в Фонд обозвучении общественного мнения очень интересно была поставлена сама задача. Знаете ли вы, имеете ли вы представление, являетесь ли вы свидетелями политических дебатов на, и соответственно, выборы туда-то и туда. Поэтому и постановка вопроса, она лично у меня вызывает определенную, скажем, сложность полностью принять, что 51 человек вообще не смотрит эти дебаты, потому что даже обмен во время утреннего чаепития, кто-то что-то слышал, это тоже является вопросом. Другое дело, насколько последовательно, насколько с интересом и насколько, скажем так, разделяя, имея умение классифицировать в позиции одного и другого, это присутствует у граждан. Поэтому я не случайно и говорила, уровень политической культуры граждан и уровень дебатов, они взаимозависимы и взаимосвязаны. Спасибо. Можно, пожалуйста. Мне как раз спасибо за очень интересный доклад, но мне как раз заинтересовал то, что так мало маленькая аудитория этих теледебатов. И мне кажется, тут надо учитывать контингент зрителей. Основной контингент телезрителей это все-таки домохозяйки и пенсионеры. Вот. И 40+. Ну, те, кто, в общем, интересуется абсолютно другими программами. Это скорее реплика. Я с вами согласна, поэтому не случайно. Даже подбор тех, кто будет участвовать в политических дебатах, должен быть очень прицельный. Насколько то, что он будет говорить, будет понятно. Как он будет говорить, будет интересно. Поэтому ипотажные моменты, о которым я вела речь, он, безусловно, должен присутствовать. И тук-шоу, может быть, да, это вектор, в том числе и для молодежи. Я не могу разделить вашу позицию, что это только для домохозяек и прочее. Нет. Политзам... Я понимаю, полиция будет лишним доказательствам желающих войти во власть, а, следовательно, интересующиеся власти. 800 человек только на один год, это хорошая цифра. Но мне представляется, что здесь должна быть адресность подачи материала с учетом аудитории. Либо нужно упрощать до среднего уровня, либо делать специализированный выход на аудиторию, но тогда это не будут политические дебаты, которые созвучатся и политика, которая касается всех и каждого. Спасибо. Ну, вот, кстати, тоже вот вопрос. Да, конечно. Лучше с микрофоном, потому... Секунду, секунду, сейчас микрофон все-таки передадим. Сейчас Татьяна Тимофеевна родилась такой образ, да, если Владимир Ильич Ленин выступал на броневике, то потом была площадка телевизионная, то сейчас, вероятно, теледебаты должны выходить на другие площадки. Мы сегодня говорим о том, я с Резидой Вагизиной тоже согласна, молодая аудитория уходит из, скажем так, традиционных СМИ, да, мы пережили смерть газет, сейчас переживаем какую-то каталепсию телевизионных проектов, и, наверное, нужно искать какие-то новые площадки для этих дебатов. Да, то есть говорили, вот сейчас обсуждали, что существуют новые какие-то формулы, возникают СМИ, ульевые СМИ, допустим, да, то есть какие-то новые интересные интернет-проекты. Вот, вероятно, вот в этом могло бы быть наше ноу-хау, такое совместное. Спасибо, доклад безумно интересный. Спасибо. Пока микрофон возвращают, я еще хочу рассказать, что это, наверное, вот наша серьезная претензия, в том числе, и к социологам, которые, вот если медиа слишком быстро хватает все новое, до такой степени, что успевают сами переваривать это, то социологи где-то вот отстают, потому что вот 49 процентов, которые все-таки смотрят дебаты, и которым это интересно, интересно бы знать, как это соотносится с тем реальным электоратом, который пришел на выборы и проголосовал. Может быть, это они как раз и есть, а другим это не надо, потому что вы говорили о том, что вообще политическая апатия присутствует, не очень активное желание вообще участвовать в выборах, и там есть и средняя явка по стране 53 процента, это почти попадает. Все, кто хотел идти, посмотрели. Не знаем, это фантазируем. Не знаем, да, вот не знаем, потому что вот как раз нам не хватает социологической такой же активности, которая вот проявляется среди политологов и медиаспециалистов. Так, тут, да, пожалуйста, извините. Татьяна Тимофеевна, спасибо большое еще раз за такой интересный доклад. У нас с вами, конечно, будет отдельный курс, но вот заранее, да, хотелось бы узнать те характерные черты, которые свойственны для политических российских дебатов. Вот вы там некоторые выделили, и вот именно такое умение соответствовать своей аудитории. Можно ли назвать вот такое, как бы сформулировать, старание Владимира Путина в своих высказываниях, да, вот мы знаем, что он не боится каких-то резких слов иногда и подшутить так, да, и вот прям не боится красного словца. Вот нельзя ли это назвать некой попыткой спуститься к аудитории и не казаться слишком уж, да, слишком уж таким умным, а вот именно быть на одном уровне с аудиторией? Спасибо большое. Я бы здесь три момента относилась. Первое, почему появление и в моих роликах уже 90-го, 100-го часа? Одной простой причиной, потому что мы всегда, даже в образовательстве, в мире наиболее типичном, наиболее характерном, наиболее ярком, броском, картину, которая позволяет выяснять какие-то закономерности. В этом отношении обращен в лицо. Второй момент. Когда еще были самые первые выборы президента Российской Федерации, из городов и вести, не наших, пригласили политтехнологов, спичрайтеров, которые обучали кандидатов, которые хотели посетить. Никто, кроме Жириновского, на этих университетах. Присылали своих референтов, присылали... Ага. Запись же идет. Ой-ой-ой. Упустили мы. Присылали помощников, кого угодно, но дебаты-то потом вели не помощники и не референты, а вынуждены были вести действительно претенденты. А культуры нет, знаний нет. Очень часто во время проведения дискуссий, дебатов полагаются на интуицию. А что такое интуиция? Я приемлю только одно определение. Интуиция — это хорошо информированный внутренний голос. Вот когда он будет хорошо информирован с точки зрения кухни, используемых приемов, с точки зрения, если хотите, страховки от того, что на тебя нападут и ты окажешься в дураках, вот тогда мы можем говорить о том, что человек подготовлен. Поэтому в данном случае я думаю, что вопрос упирается в необходимость я бы сказала массированного прежде всего для специалистов в области медийной формирования этих умений и навыков и у студентов, и у магистров, и у аспирантов. Ну а начать нужно, конечно, понятно. Спасибо. Спасибо. Пока микрофон дальше передают. Знаете, вот вспомнилось, вот все ищет национальную идею, вот про это говорит, одна из национальных идей у нас это горе от ума, всегда надо иметь в виду. Слишком умный никогда не возглавит эту страну. Когда в 92-м, если не ошибаюсь, Гайдар стал исполняющим обязанности премьер-министра, он премьер-министром не был никогда, если кто-то не помнит, он был ИО, и у него была хорошая популярность, и были большие надежды у него возлагались, сатирики сразу объяснили ситуацию, они сказали, он никогда не станет премьер-министром этой страны, без ИО, никогда не станет премьер-министром, ибо не может стать премьер-министром человек, говорящий слово отнюдь. Слишком умно для рядового гражданина. Такие воспоминания на тему. А вот Черномырдин вошел навсегда в историю, и не только как неплохой премьер, основатель нашей главной кормильца Газпрома, но... Есть, по-моему, даже выпуск Черномырдинки называется. У вас, да, микрофон, да? Пожалуйста. В первую очередь не хотелось бы поспорить о том, что переход, транзит такой, передач, в том числе и теледебатов, не осуществляется в сфере интернета. Это неправда, потому что практически во всех популярных информационных сообществах обычно пишут сегодня вот происходят теледебаты, вот вам ссылка онлайн, прямая трансляция, а потом впоследствии видеозаписи. При желании найти все можно. Это уже другое дело. Это дело о запросе, о запросе общества, говоря рыночными терминологиями. Об этом и об абсцентеизме в принципе предупреждает теория демократии участия. она говорит о том, что абсцентеизм задан институционально и соответственно в России вам не кажется, что он тоже задан институционально и чтобы появился запрос все-таки появляется некоторая институциональная ловушка так называемая и перейти об этом как вам кажется что может может перейти теория политической политической культуры по Алмарде Алмарде и вербе гражданской политической культуры как к ней перейти что вообще возможно я бы укрепила ваши вопросы поставила более резко нужны ли власти умные думающие сомневающиеся люди почему это продолжение вашего разговора только на более высоком спирале и отвечая на этот вопрос я могу сказать с одной стороны да безусловно иначе невозможно будет просто напросто управлять кто-то должен делать кто-то должен рождать идеи их воплощать и нет потому что когда умное население им гораздо сложнее управлять манипулировать вот ответ на ваш вопрос спасибо я кстати вот у меня тоже если можно встречный вопрос вот вы сказали в популярных сообществах вот под популярными сообществами вы что подразумеваете в первую очередь это лентач а если мы говорим о социальных сетях самая популярная сеть среди молодежи это в первую очередь вконтакте и в фейсбук и там и в первой другом сообществе очень развен лентач среди людей которые целесообразно целенамерно интересуются новостями новостной повесткой там всегда обозначается ссылка так к примеру пресс не те девоты но близко тема пресс-конференция Путина всегда есть ссылка популярным активным побуждающим не побуждающим развлекательным не развлекательным потом я там себе корректор я всегда удаляю все что мне не нравится я сам делаю выборку я могу войти не в то время и мне подборку делает возможно вы пропустили сам робот да и я реально мог очень много пропустить это очень сложный механизм уже взаимодействие между пользователем и поставщиком информации об этом никто не спорит вот я и говорю что мы не спорим я думаю точно ну просто когда мы говорим что сделано все потому что в популярных сетях было тут не все так однозначно принимаете спасибо большое есть еще вопросы ну вот как и следовало ожидать когда мы говорим о дебатах дебаты и развернулись спасибо большое и мы возвращаемся к теме мифов я не знаю конечно заранее что именно и какой акцент будет сделан Валентин Владимирович Лаптев доцент кафедры связи с общественностью прикладной политологии Казанского федерального университета мифа дизайн как технология управления в российской политической практике тема очень амбициозная поэтому с интересом готовы амбициозная я вот тоже хотел бы обратить внимание приходи в воду сегодня мифы уже и тема мифов поднималась и этот доклад он собственно представляет свою попытку охарактеризовать что же происходит сегодня в современной российско-политической практике и какую роль в этой практике играют мифы при том что собственно на мой взгляд мифодизайн сегодня это и технология управления и одновременно в какой-то степени характеристика современного российского политического пространства ну если так начинать разговор то нужно наверное дать определение безусловно что же есть мифодизайн само понятие мифодизайна понятие предложено было петербургским ученым мульиновским еще в начале 90-х годов и сразу же хотел бы акцентировать ваше внимание на то что сам автор использовал это понятие в качестве понятия чисто экономического мифодизайн мифодизайн это инструмент в первую очередь бизнес рекламы при том что мы в нашем докладе попытались и я попытался мифодизайн все-таки перенести именно в политическую практику в этом собственно я сам вижу особенность данного доклада мифодизайн это и универсальный язык коммуникации и одновременно инструмент который преследует чисто прагматические цели он пытается объединить себе и бизнес инструменты и одновременно управление долгосрочными стратегическими проектами и на мой взгляд на сегодняшний день созрела такая необходимость зафиксировать особенности современной политической мифологии современного политического мифотворчества мы привыкли наверное говорить о политической мифологии без отрыва от политической идеологии но на мой взгляд на сегодняшний день сложилась такая парадоксальная ситуация что политические мифы существуют вне политической идеологии если говорить о современной российской политической практике и вот как раз таки И мифодизайн представляет собой, на мой взгляд, возможность описать, а что же в действительности происходит. Потому что мифодизайн сам по себе чужд какой бы то ни было идеологии. Это просто утилитарный инструмент. Вот, собственно, в этом его достоинство и заключается. Мифодизайн как технология подразумевает сразу три таких пласта или три инструмента, в свою очередь. Это, как и любой миф, использование архетипов и других мифологических приемов. Он подразумевает построение сообщений особым дуалистическим образом. Ну, по сути дела, свойственным мифологическому мышлению это упрощение. И третье, это то, что автор, в данном случае Ульяновский, называет, я попозже немножко объясню, построение сообщений на основе потребностных мифологий. И вот именно с этой точки зрения мы анализировали, а что же, какую ценность мифодизайн представляет с точки зрения российской политической практики. Безусловно, использование архетипов, оно облегчает контакт с общественностью в силу универсальности образов. Сообщение, построение сообщений дуалистическим образом предполагает сравнение, ну, либо противопоставление, столь активное, используемое в современной политике. А потребностные мифологии, что это такое? По сути дела, это, если, опять же, попытаться использовать аналогии с современным бизнесом, это, так скажем, насаждение, на мой взгляд, насаждение потребностей потребителю. Но в данном случае речь идет, естественно, не о продаже продукта, а о продаже особого политического продукта. И здесь вот мифодизайн как раз таки и подразумевает использование социальных мифов, которые носят чисто утилитарный характер. Мифодизайн и его особенность как использование технологии управления, опять же, это голый утилитаризм и решение чисто практических задач. И вот для того, чтобы, собственно, проанализировать, а как мифодизайн на сегодняшний день используется в политической практике, я, собственно, рассмотрел так вкратце три наиболее популярных мифа, причем эти мифы, они развивались во времени. Один из них – это миф о суверенной российской демократии, он сегодня уже не является популярным. А два других – второй миф – это миф о стабильном развитии общества. И третий – современный миф, миф о патриотизме, как о национальной идее России. Вот эти три мифа и анализируются с точки зрения мифодизайна. В чем же их суть? Все эти три мифа обладают, ну, всей совокупностью политического именно мифа. В основе данных мифологических конструкций лежат в достаточной степени универсальные ценности, узнаваемые понятия, демократия, стабильность, патриотизм, при том, что они позволяют любое сообщение выстроить в именно этом дуалистическом контексте. Если, собственно, миф о суверенной российской демократии, он всегда трактовался, как, скажем, опять же, противоположность, суверенная независимая демократия у нас и зависимая демократия в тех же странах ближнего и дальнего зарубежья, там, в Восточной Европе. И миф о стабильном, устойчивом развитии общества, он у нас трансформировался в сообщение, опять же, о стабильной современной России, в противоположность злым, тяжелым или лихим 90-м годам. А миф о патриотизме, он еще проще, собственно. Патриот, любящий Россию, он всегда у нас в современной политической практике противопоставляется фигуре предателя, который ругает Россию, ну и со всеми вытекающими последствиями. Все эти три мифа они выполняли и сегодня выполняют основную функцию, функцию политической мобилизации. Мало того, собственно, вот сама хронология их использования позволяет судить об изменении взглядов политических элит и политического пространства современной России в целом. Суверенная демократия и стабильное общество, это уже давно стали такими своеобразными мемами, как это, ну, мемы в данном случае, это, собственно, единицы культурной информации. При том, что, выполнив свою функцию, эти мемы, они постепенно сошли на нет. В то время как, вот, новый миф, миф о российском патриотизме, он на сегодняшний день наиболее полно представляет, наверное, основную цель современной российской политической элиты. Он рожден в условиях, собственно, нарастающей конфронтации со странами Запада. Сегодня уже докладчики некоторые подчеркивали, что мы живем в сложное, тяжелое время. Ну, здесь вот миф о патриотизме, на наш взгляд, он решает чисто утилитарную задачу. Утилитарную задачу мобилизации населения. При том, что, опять-таки, реальной политической идеологии в этом мифе нет. И едва ли можно в качестве политической идеологии здесь использовать слова Владимира Владимировича Путина о том, что патриотизм сам по себе является идеологией. Нет, скорее, собственно, это чистый утилитарный миф и дизайн. В итоге, что же можно сказать? Ну, анализируя практику использования мифа дизайна в политической системе современной России, можно говорить, что миф, он играет важную роль в политической системе современной России, при этом оставаясь, собственно, тактическим инструментом воздействия на современного российского избирателя. На сегодняшний день сам потенциал используемых в миф и дизайне конструкций ограничен не только и не столько потребностями самой политической и социальной системы, сколько потребностями ее создателей, в данном случае политической элиты. Миф и дизайн, он всегда предполагает манипулирование потребностями потребителя. И вот в этом, собственно, на наш взгляд, основной узкий момент. С точки зрения технологии управления миф и дизайн дает прекрасные возможности. Но с точки зрения долгосрочных политических процессов миф и дизайн, по сути дела, это путь в никуда. По одной простой причине. Он лишен своей базы, а именно политической идеологии. И, собственно, в этом и заключается вывод. Миф и дизайн, он может использоваться определенный промежуток времени, он прекрасно используется, но не решает, на наш взгляд, главную задачу, стоящую перед современной российской политической системой, а именно создание долгосрочного вектора развития какого-то. Потому что даже сама по себе мифологизированная конструкция стабильного общества, она подразумевала и подразумевает лишь описание состояния того, как есть. А мы сегодня, наверное, в большей степени хотим знать, куда мы идем. Мы хотим знать этот самый вектор. И миф и дизайн в этом плане, он ответов, куда мы идем, он не дает. Есть конкретная политическая цель, ну, какая самая очевидная, удержаться у власти. И миф и дизайн, он прекрасно эти самые мифы визуализирует, он используется. А что будет дальше, что будет из себя представлять политическое пространство России, в этом плане миф и дизайн, он молчит. Миф и дизайн, он лишь, так скажем, пустая оболочка, лишенная идеологии. И в этом заключается, наверное, на наш взгляд, основная проблема. Использованная как технология управления. Ну вот, вкратце, собственно, все, что я хотел сказать. Жду вопросов. Пока коллеги думают над вопросами, вот как-то так вот задело почти в самом завершении своего выступления вдруг появился, на мой взгляд, очень спорный такой тезис о том, что вот используемый сегодня на данном этапе нашего развития, скажем, миф и дизайн, ну, типа обреченный, вот, ничего там в будущем, ничего хорошего там из этого нет. Можно ли назвать в истории, вот, в большом промежутке времени, который нам доступен для изучения и анализа, какие-то периоды, когда терминология меняется, она становится более технологичной, давайте ей оперировать, когда миф и дизайн не использовался. Не является ли он вообще самой долговечной вообще из всех существующих? Да. В какой-то части. Я бы и хотел как раз сделать акцент на этом, на том, что миф и дизайн, как технология управления, это именно порождение современности. В этом плане миф и дизайн, он и отличается от системы политической мифологии. Миф и дизайн — это лишь утилитарный инструмент. Вот о существовании системы миф и дизайна, решающей конкретные политические задачи, можно говорить только, наверное, вот на краткосрочной современной политической перспективе и ретроспективе. В том-то все и дело, вот, посмотрите, если сравнивать, допустим, систему политической мифологии советского общества, то в данном случае ее базой являлась советской идеологией, коммунистической идеологией. И политическая мифология, она все время опиралась на этот базис. Там были заложены стратегические перспективы, куда мы идем, то есть вектор направления и прочее, прочее, прочее. Каждый советский житель знал, что он строит. Ну да, конечно, он мог сомневаться в этом, но, по крайней мере, вот этот, как-то он мог экстраполировать, где он живет и как он будет жить далее, то есть куда он идет. И вот этим отличается политическая мифология, основанная на конкретной политической идеологии. Миф и дизайн, он решает проблемы конкретно утилитарные, причем, как правило, политической элиты. Вот в чем разница. Он не задает векторов в движении. Это не, понимаете, может быть, это у меня как-то позвучало грустно несколько и мрачновато, но в этом суть самого мифа дизайна. И это, так скажем, порог, присущий и всем практически инструментам, которые пришли из бизнеса. Миф и дизайн, он был рожден для бизнеса, но на сегодняшний день можно констатировать, он используется активно в политике. В этом его суть. Есть настоящие и есть конкретные задачи, которые должны быть решены, но что там дальше, вот это, извините, уже не наше дело. Ну, можно, конечно, сказать, что это в каком-то смысле и порог демократии, как таковой, как выборной системы. Любой системы, в которой есть определенная цикличность. То есть, есть там шесть лет у власти, дальше хоть потоп. Ну, можно и здесь-то рассуждать, на самом деле. Спасибо. У нас готовы вопросы. Владимир Владимирович, вот здесь есть слово управление. Я понимаю, что вот если миф и дизайн пришел из бизнеса, там четко, конкретно поставлена цель – получить денежку, прибыль. Вот здесь, раз управление, значит, миф и дизайн выступает как технология какой-то достижения какой-то цели. А раз он у вас, ну, как бы, сиюминутный становится какой-то, то цели эти должны будут обязательно меняться. Либо, если это миф и дизайн, то, значит, у вас будут какие-то, ну, я бы сказал так, сегменты, что ли, которые образуют какую-то, может быть, цель. Ну, сохранение власти. И на нее работает это, 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 это. Может быть, видоизменения будут какие-то. То есть, вот, вы не связывали вот это вот, поскольку управление, там управление всегда целенаправленный процесс. Безусловно, сами образы, они меняются. А цель, да, она остается. Тут я с вами согласен. Тут даже возразить нечего. Ну, Александр Иванович, вы так задали вопрос, что в самом вопросе уже ответ и был. Те примеры, которые были, они должны были работать на то, что ради чего это делается? Нет, ну, значит, все-таки какие-то стратегические, да, задачи выполняются. Следовательно, они присутствуют, следует не совсем вакуум, следует не совсем отсутствие идеологической платформы, о которой вы сейчас говорили. Ну, так подразумеваю. Задача – это сохранение политической власти. Вот она, основная цель. При том, что, опять же, вот, ну, посмотрите, даже если, собственно, рассмотреть эти модные мифы. По мере того, как наша, собственно, политическая элита решала задачи стабилизации политической системы в 2000-е годы, само словосочетание «стабильное общество», оно постепенно сошло на нет. Появилась проблема старения брендов, допустим, наших политических лидеров, Владимира Владимировича Путина, там, ну, Дмитрия Анатольевича Медведева. Появилась более жесткая конструкция патриот. Собственно, патриот России, предатель России. Вот, собственно, при том, что сама-то цель управления, она неизменна. То есть в этом плане одна цель сохранить эту политическую власть, она не менялась на протяжении вот последних, по сути дела, 16 лет. Валентин Владимирович, вопрос такой. Правильно ли у вас я понимаю, что миф – это некая легенда, реализованная в образе в каком-то. Миф и дизайн – это некий миф, реализованный в образе. Если это так, то очень интересно. И у нас тут образы в татарстве, они вообще есть. Допустим, Зеланд – это характеристика души народа. То есть там легенда была такая, что змей собрали, кинули в костер, а они взлетели в виде дракона. То есть нас не убить, не уничтожить, мы живучие, да? Мы еще и на другой уровень выйдем. Символ Барса – это белый, крылатый, в движении. То есть это необычный Барс. И интересно, что он повернут в прошлое, как бы в левую сторону. Ну вот символ как изображение. Интересно, если дальше рассуждать, то тоже два очень символа, таких очень страшных, чудовищных было. Символы образа. Татарстан разбился, а Булгария утонула. Это тоже очень больно узнало, ударило как бы по сознанию. Это тоже был некий такой вот элемент управления. Вопрос такой, можно ли управлять на уровне мифа дизайна именно образов в республике? Как? Вот какой-то, может быть, конкретный пример. Ну, собственно, если вот о тех образах, которые вы говорили… То есть как они могут быть реализованы в контексте вашего… Кстати, был, собственно, по-моему, праздник наших геральдических символов. Я так понимаю и подразумеваю, что в начале 90-х годов и шла борьба этих самых образов Зеланта и Акбарса. В итоге победил Акбарс как более, видимо, позитивный. Вот. Тонкостей, я, честно вам скажу, не изучал у нас в Татарстане, собственно, того, как шла эта борьба образов. Вот только итог. Работает в Татарстане как символ Татарстана? Как символ? Да, безусловно, работает. Другой вопрос, имеет ли отношение это к мифодизайну, это, скорее, вопрос к геральдике. Ну, если так говорить, у нас, я не знаю исследований, собственно, вот наше население татарстанское вообще как-то ассоциирует образ того же самого Белого Барса с республикой Татарстан. Я, честно говоря, не знаю таких исследований. Ну, то есть можно продолжать в этом направлении? Да, можно. Исследования и какие-то рекомендации конкретные, да? Ну, безусловно, да. То есть вы, вот, я правильно понял, удовлетворены, да, сейчас с ответом? Ну, во всяком случае, на этом этапе, да? Хорошо, пожалуйста. Добрый день, спасибо большое за доклад. Рузалия Досаева, аспирантка Института социально-философских наук. У меня вопрос по поводу образа государства. То есть здесь уже идет обращение к ответственности за поданную информацию. И что бы вы могли сказать, когда мы конструируем образ, это все-таки мифодизайн или идет уже вопрос об этике СМИ в контексте свой-чужой? Спасибо. Ну, относительно, собственно, этики. Этика и мифодизайн – вещи, так скажем, живущие в параллельных вселенных. Этика СМИ, ну, да, безусловно, есть такая проблема. Но к мифодизайну, как технологии управления, она не имеет отношения. Валентин Владимирович, можно тоже вопрос? Последний, наверное, да, уже? Завершаем. Я надеюсь. Завершаешь. Валентин Владимирович, вот вы говорите, что мифы, скажем так, в контексте мифодизайна, они формируются, исполняют какую-то свою миссию, и потом они потихоньку сходят на нет. Правильно я понимаю, да? Вот сейчас у нас, ну, понятно, да, какие основные мифы, на которые наша действующая власть опирается. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что будут появляться или уже появляются, скажем так, новые проекты, условно, там, Патриот 2, например, да, или что-то в таком духе? Или пока вполне устраивает то, что есть в настоящий момент. Нам действующей власти для опоры, для легитимности этого хватает? Ну, логика самого развития мифодизайна, она как раз-таки предполагает постепенную и при этом планомерную смену мифов. Даже если сегодня таких, собственно, зримых оснований для смены мифа о патриотизме нет, на мой взгляд, в ближайшей перспективе, там, года 3-4, этот миф должен быть просто-напросто обновлен будет. И, скорее всего, он и будет обновлен. Потому что, следуя, опять же, логике мифодизайна или, там, логике брендинга и ребрендинга, каждый миф, он постоянно обновляется. И миф о патриоте, он тоже должен будет быть заменен, ну, или каким-то образом модернизирован. Спасибо. И все-таки, говоря о мифодизайне, мы не всегда имеем в виду, что все это плохо. Нет, конечно. То есть, это один из элементов, скажем, привнесения той же стабильности, там, вообще сознания в какие-то там. И, с другой стороны, все-таки о долгосрочности и краткосрочности мифодизайна, ну, вот, в той терминологии, которую вы задали. Вы все время отсылаете нас к необходимости все-таки чего-то более долгосрочного и более невечного, конечно, да, там, идеологии, скажем. А не есть ли это еще и отражение того, что не может сегодня быть очень долгосрочных идеологий и очень долгосрочных стратегий, и мифодизайн в какой-то степени восполняет вот эту краткосрочность вообще стратегий в целом, которые нам технологические условия, технологические изменения диктуют. Ну, вы знаете, я с этим... Нельзя на 70 лет сегодня заложить нечто, и 70 лет это культивировать, применяя определенные инструменты. Или можно, не знаю, вопрос. Ну, я с этим не согласен. На мой взгляд, базис, он должен быть. Ведь, посмотрите, несмотря на то, что мы ругаем там политическую систему США за ее там телекратию или еще за что-то, но базовые-то мифы американского общества никто не отменял. Они, как были, собственно, это демократия, как основа развития общества, он и сохраняется. Как бы его там сами американцы не ругали, тем не менее, он существует и неизменно он фигурирует в политических программах обеих партий. Для них это просто база. У нас этой базы нет. Вот что я имею в виду. И второе. Безусловно, мифы дизайна – это чрезвычайно эффективно, и мы это видим, технологии управления. Здесь других вариантов быть не может. Она помогает нашей российской политической элите, в конце концов, решать тактические задачи. – Спасибо. Вопросов не было. – Спасибо. Ну и в завершении нашей пленарной части я хочу еще раз поблагодарить всех участников, всех, кто мужественно выдержал это, потому что тестируются сегодня не только темы, термины, понимания, подходы, восприятия. Тестируется этот зал, я еще раз повторяю, да, в том числе его система охлаждения, видите, она не всегда еще пока дает нужные результаты. В целом, как и медиа, не всегда нас охлаждают должным образом, скорее заряжают каким-то огненным чувством. Поэтому все будет нормально, все будет хорошо, не так все плохо и страшно, насколько мы все-таки поняли. Единственное, я бы хотел попросить, и думаю, соорганизаторы это поддержат, только в одном выступлении, только в одном докладе содержались конкретные предложения, которые мы можем сформулировать, переложить, что называется, на бумагу и дальше, и сами себе поставить задачи, и предъявить нашим партнерам, нашим коллегам, в том числе из аппарата президента, которые побежали сейчас по делам, потому что есть очень много рационального, что звучало, есть очень много рационального из того, что нужно делать. Оно не просто констатирует некую картину, но и носит очень прикладной характер, и хотелось бы до максимума довести дальнейших решателей с тем, чтобы мы могли воспользоваться, в том числе, результатами этой конференции, не только как научно-образовательной конференции, но еще прикладной и внедренческой, да, составляющей ее воспользоваться. Поэтому, если можно, вот эту часть отработайте, пожалуйста. Удачи вам на секционных встречах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok